ну погнали ребята еще раз всем привет очень рада видеть и слышать в общем ребят напомню по формат да скажу сразу да иногда прилетают такие комментарии что типа вот нужно там глубже копать тему согласно некоторым темам будем глубже копать например дсл дженерики прямо это нужно покопать потому что например на дженериках на недавнем интервью меня разнесли пух и прах данные варианты контр-вариантность вот эта вся эта 6 вот мир снесли мощно я поняла что там косяк вот я к тому что мы так раз два три сейчас секунду закончу свою речь в общем дженерики не разнесли будем тему это копать в общем короче будем разбираться вот я еще к тому ввиду это к тому что ребятки мы тут делимся знаниями то есть я к тому что тут нет единого источника правды да то есть я не позиционирую себя что я такой типа нереально скилловый чувак который там 30 лет разработки застал самые ранние версии андроида и так далее я знаю то что я знаю да я готовлюсь к встречам и если у вас есть что-то рассказать с вашей точки зрения если вы знаете эту тему прям поднимаете микрофон и говорите пишите нам нужно мы вот основной подход это то что мы делимся знаниями дам аккумулируем эти знания мы ими денег делимся на это не как это не классический подход когда кто-то рассказывает вам тему да вот остальные слушают мы тут работаем все вместе это так на всякий случай вот но некоторые темы будем реально копать этого как вот дженерики мы покопаем без цель мы покопаем вот и что-то еще будем карутина надо покопать все это потом на будущее в общем ладно это маленькая была вводная тема ребят я надеюсь что презентацию видно и нажмите плюсики пожалуйста по классике да если у вас все видно если вы видите и супер спасибо большое спасибо так тогда погнали так давай попробуем с пашем паш скажи что-нибудь скажите кому как слышно пашу у меня прерывается у кого хорошо плохо слышно глуховато как будто через микрофон встроенную ноутбука давайте тогда пока начнем с моих а паш ты когда будешь готов напиши в чате когда и мы тебя еще раз звук то протестируем в общем погнали да я перемотаю слайды интересные пройдемся по простеньким вопросам на самом деле начнем с простенького да первый вопрос такой да у нас есть активити у него естественно что есть жизни цикл да а какой первые какие методы и какой самый первый и самый последний метод вызовется гарантированно вызовется системой у нас есть жизненный цикл да александр эш ну-ка давай говори слух давай александр стесняюсь на самом деле это абсолютно прав и это 10 тогда действительно в жизни цикле активити у нас есть два метода который гарантирует после например два метода который гарантированно вызваться он крией на понятно это все про создание активити и он пауз да вот именно в этом месте дома обычно что-то там не задом что-то сохраняем и что-то очищаем и так далее но мы можем столкнуться ситуации не когда у нас он стоп и он не строй не вызовется кстати а вы знаете когда он не вызовется какой один из вариантов когда может не вызваться он стоп и он не строй самый такой спасибо александр это очень классно что что активно если вам есть что сказать ребятки прям поднимайте микрофон и или пишите и говорите очень стесняйтесь вообще нечего сейчас они все свои вот так что погнали погнали дальше второй вопрос меня в какой-то момент он ступор некоторые внес на android data structures что это такое вообще да что за структуры данных которые предлагает android нам веселина мы можем на секунду вернуться на предыдущий слайд конечно конечно давай а почему он крейт и сразу финиш не вызовет он destroy по идее как раз он пауза он стоп не должны будут вызваться потому что соответствующие ему он старт и он резюм не будут вызваны а он destroy по идее вызовется разве нет но если нет то поправь меня и расскажи в чем-то суть сори я скажу сразу что а я даже пробовал запускать и реально он destroy не вызывался просто он крейли все получается да 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 давайте реально проверим потому что интересный кейс если сразу финиш вам крейте вызвать да кстати очень хорошие ну ой логика почему-то подсказывает что как раз таки один он destroy должен вызваться но может быть все я не утверждаю я не проверял да 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 так сейчас мы быстренько можете тоже параллельно даже гуглить если вдруг он резюм стил код и финиш код а да он резюм вызывается он резюм стил код и финиш код дуринг он крейт короче говоря если мы в крейте сделаем финиш то действительно вызывается все таки верно запомнили только он повод гарантированно там все правильно все правильно то есть имеется ввиду еще раз доверимся к тому что у нас это вот крейте вызываем он финиш у нас он резюм все равно гарантированно вызовется то есть это прям вот гарантированный вызов да чтобы не происходило вот у нас в этом хорошо хороший хороший вопрос хорошая задача это вопрос для чего для чего зачем почему он пуст даже там что-то где-то там по-моему с он резюм тоже ситуации если вызвать ряд слип то будет белый экран да 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 александр слушайте действительно так и есть фишка в том да что обычно граждан типа он резюм он резюм действительно там есть также какой-то собеси такое спрашивали у меня что всегда кажется что если он резюм то активите видимо да но вот когда у некоторых кейсах то это просто белый экран когда у нас вот когда вот либо мы поток засыпает или перегружен до что-то мы выполняем долго то у нас будет белый кран с активите не адресуется на резюме это такое есть а танца александр очень хорошо заметил что в англезюме да иногда активите может не отрисовываться это просто будет белый экранчик такой светится и все до каком-то собеси я так не сталка из очень хороших статье замечания вот так что тоже будьте внимательны так вернемся к презентажки так но очень с колбоками окей но если плюсики давайте продолжим дальше ездно если есть вопросы то задавайте ребята пишите плюсики пожалуйста надеюсь меня слышат и спасибо большое спасибо а то немножко непривычная платформа и мы ее пробуем поэтому вот некоторые такие вот просьбы спасибо спасибо большое давайте вернемся к android data structures ребята я вспомнила по android data structure просто такими флешбеками я серьезно я сидела и меня прям это осенило в эту секунду он спросил меня какие android структуры данные по android мы с джавой там да на джавик там вот в интере да были какие android а потом я вспомнила что когда-то тысячу тому лет назад хотя это кстати не очень хорошо использовал эти структуры давайте вспомним ребят у кого есть предположения какие структуры данных нам предоставляет android spars array ах ты хитрый жук да один из них вот есть ну-ка ты можешь что-нибудь рассказать про них что-нибудь помнишь на то что там используются примитивы и мы выиграем на том что мы не занимаемся анбоксингом и боксингом да на самом деле ты прав и презентаж и я надеюсь попробую открыть эту статейку вы не видите да наверно статью так тогда я знаете еще раз продемонстрирую экран но просто мне важно чтобы вы это увидели вкладка хрома сейчас умойду эту статью просто потрясная статья угадать от кого называется угадать от кого и это алексей бк со своими потрясными докладами и статьями как раз разбирает всю подкапотную array map spars array короче говоря android sdk я вообще это же я вспомнила просто я правда называю две структуры данных array map spars array но как раз здесь еще какие-то вариации то есть у нас android sdk предлагает нам свои вариации более эффективные по памяти структуры данных это array map spars array и вот это вот вот это вот это все latest recent news что-то такое array set circle array с этим я не работал array map spars array это было дело вот тогда мне очень повезло что я вспомнила array map spars array нужно было просто рассказать как они работают то есть не нужно было лезть как это про хешмап куда там типа подкапотно как там вычисляется какой-то там хэш код и так далее просто нужно было рассказать общими словами в этой статье потрясающе ребят презентация прикрепила ее просто прочитайте серьезно чтобы понимать что это такое вот но быстренько пройдемся просто по этим структурам данных про реймапу spars array общий смысл такой у нас есть array map сейчас быстренько эта структура данных состоит из двух массивов в первом массиве он хранит хэш и ключей то есть array map это тоже как аналог хешмапы похожую структуру вот array map у него два массива в первом массиве она хранит в отсортированном порядке хэш ключи ну хэш коды ключей на по которым пойдем а во втором массиве она хранит и ключ и value при этом да ячейки связаны неявно по индексам под капот то есть когда я рассказываю я рассказал что вот array map это два массива в одном и храним в упорядоченном порядке да чтобы можно использовать бинарный поиск хэш ключи и во втором массиве храним и ключ и value эти массивы ассоциированы между собой индексами под капотную работу там уже не спрашивают потому что на самом деле тут очень похожа ситуация тут есть и коллизии да и например в этой статье рассказывается как разрешается метод коллизии это коллизия да на самом деле просто кладется рядышком элементы да видите там 1212 да вот этот ключ хэш код мы вычислили да и просто кладется рядом ну да естественно под капотом все сложнее если нужно вы это прочитаете если нет на самом деле достаточно сказать что это два массива хэш коды осуществом порядке и ключи свои или в другом массиве вот а спарсы это как раз это та же самая штука тоже два массива только в качестве только первый массив это них коды ключей да это просто простые простые числа на это может быть например спарс интер и и датчер и долон крей булены и так далее вот обычно я рассказал про спарс интеджер да то что у нас ключи это просто числа и а второй массив на спросе лежит наш объект какой-то value да потому что нам юженчик хэш функцию никакую описать да и мы все знаем и так сможет быть ключиков на второй массив у нас уже пойдем самого и вот считается что по мэмори даже в этой статье а лёша нам показывает о том что вот мэмори хэш мэп рэй мэп с парс рэй да красненький у нас что это хэш мапа да сколько памяти занимает она рэй мапа из парс рэй да то есть вот так значительно значительно вот но опять же для небольших коллекций рекомендуется это использовать да то есть когда уже в какие-то большие коллекции используют хэш мапу там она уже по скорости получше вот а вот смотри как раз у нас по скорость тоже спиде да он замерял скорость работает да то у нас хэш мапа тоже медленнее на небольших данных рэй мап и спарс рэй да сам боже спарс рэй собственно тут тоже просто все фишка в том игры опять же говорю что на небольших коллекциях да но и большие коллекции вот даже он говорит что больше чем 2000 элементам да не стоит пихать значит в рэй мап спарс рэй вот эти андроидовские версии структуры данных вот но собственно говоря и столь большие эти структуры не не особо актуальны это у нас могут разработки я вообще не помню чтобы чтобы где-то мы использовали такие колоссально огромные хэш мапы да в общем вот такая штука еще раз если повторить то это спарс рэй и рэй мэп рэй мап это два массива в одном хэш коды в отсортированном порядке во втором ключи и значения ассоциированные они между собой индексами спарс рэй да это у нас как раз он тоже два массива только первые в массиве не ключи ой не эти не хэш коды а просто какие-то инжиджерами как вариант простые числа вот вот такие дела ребят скажите мне кто-нибудь использовал да сам шок контент я сама была вообще думаю как я вспомню на забейте боже мой сейчас сама себя в шоке было вот кто его использовал свои практики спарс рэй и рэй мэп у меня у меня был когда-то давно много лет назад в каком-то проекте я заюзал спарс рэй потому что я прочитал что он типа классный андроида я его там заюзал где его можно было использовать не помню уже честно кейс было много лет назад но на твой вопрос про android data structures я его не вспомнил единственное что мне пришло в голову это пэйр по моему какой-то пэйр есть котли нет конечно не совсем data structure но это было единственное что мне пришло в голову а эти штуки я не вспомнил на самом деле на самом деле если захотите написать какую-то библиотеку о каширование картинок то один из лучших вариантов будет в руках да кстати это хорошее замечание кстати как раз android под капотом используют все эти структуру данных даже там банду работает на них где-то я читал даже в статье по моему было а вот короче вот смотри он пишет рэй мэп спарс рэй используется во многих компонентов таких как банду сайка вью медиаплеер дрова компакт и так далее понимаете под капотом сама здесь android с деке используют структуры данных эффективной обработки вот так что прикольно в общем познать круто и когда я ответила ну как бы это прям было типа вот в общем короче вот такой вопрос было мне кажется очень интересный очень интересный вот причем стиль прикрепила ребят есть вопросы пишите говорите если нет погнали дальше у меня есть вопрос вот ключ значения во втором оси не больно сиви он как хранится вообще в таком виде как player или как по-другому сейчас например рэй мапа просто проще у него хорошие прям примеры вот рэй мап вот у него есть это первый массив мра и второй массив первом да это какой-то результат вычисления функции хэш кода некоторые значения с число получается хэш код наш вот и втором у нас две ячейки заполняется ключик наш да и сам объект в или он рядом хранится и все они сядут между собой индексами вот выигрывайте статью прям прям прочитать очень так неплохо да ладно же лёша жили вашей дороге классно написано в общем респект лёша за такую статью случайно я тоже нашла после после совета конечно же вот так окей погнали сейчас остановлю демонстрацию еще раз и перекину на эту презентажку погнали погнали дальше explain the build process in android and android общими словами да 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 про android и спасибо спасибо вот за статейку смотрите в чате если ссылку кинули тоже на статейку вот давайте вернемся к explain the build process in android как у нас происходит процесс билда наши покажки и пикея нашего приложение то общими словами нужно там до выдаваться какие-то там вне в недра какой-нибудь там я не знаю что там далека арта там да и так далее что эффективнее что нет просто что начинается да когда мы хотим сбилдить а пк что первым делом начинает собираться как вы думаете что первым делом может собрать чтобы положили бы на самом деле это мы даже открыл презентаж но самом деле но по сути дела будет самое легкое какие ресурсы подсобирать по сути реально у нас есть некий ассет так очень кто а пт кстати все время использую этот термин а не так хорошо проводится ассет пакетчик то у которого берет и у нас собирая все эти все наши ресурсы ведь такие как манифест xml и так далее и компилирует их и у нас также вот этот класс эра джава формируется мы будем использовать как ссылки на ресурсы на первом этапе можно сказать что у нас ресурсы собирается в класс некоторые эра джава правильно но по сути да да дальше типа на втором 2 можно пропустить это когда у нас а и дил это грубо интерфейс для межпроцессорного взаимодействия насколько я помню насколько я понимаю да мне приходилось работать с межпроцессорным взаимодействием виду прям напрямую работа до разных процессах но такой есть и короче конвертируется у нас эти вот интерфейсы в джавовские интерфейсы можно пропустить и забить на можно что просто у нас сначала ресурс собирается потом ладно хорошо формируется джава интерфейс и если у нас есть какой межпроцессорное взаимодействие дальше у нас что делается дальше у нас все классы наши джавовские джавовские они конверируются куда . класс файлы да я даже могу там типа выделить это . классно это тоже это это классика у нас всегда у нас все джавовские классы наши все все котлин и котлин классы да у них только у каждого свой правда да у джава джава котлин котлин компиляция вот все у нас переводится в дата классы и потом с помощью дэкс туа это везде вне зависимости есть некая дэкс туа который конвертирует эти класс файлы вдали в байт код да как мы знаем сейчас как мы знаем сейчас узнаем по поводу виртуальной машины кстати дочина разберем какие у нас виртуальные машины кто-нибудь знает есть на андроиде то какая-то есть старая потом поновее и потом вообще появился такой некоторый гибрид и джава дали киар так давай а знаешь что нибудь можете нибудь рассказать вдруг просто если кто-то тоже знает делитесь тоже знаете действительно носить далек далек у нас по-моему старый правильно старый до этого был было просто джава машина я помню нет живем она изначально но в андроиде помоги когда не было она потому что она требует значение количества ресурсов и для наших бедных телефонов она не подходила вот поэтому вот появился далек потом а потом короче бог а там же удаляйте свои подходы на на компилирование то есть у далека джит джастин короче кто знает что здесь такие магические слова в арте приложение могу путать что компилируется во время установки да все правильно да да действительно что один раз ты установишь приложение она компилируется в этот момент а удальника каждый раз при запуске приложения каждый раз при запуске приложения даже жестко немножко вот соответственно арт был введен да да некоторым улучшение вот этого производительности но потом они выпустили какую-то еще версию которые тут уже я дальше не копала просто они там и со всех статьях и пишется одно и то же что просто типа они комбинируют преимущество одно и другое типа джита и аути да хея это некоторые гибридная такая версия появилась в общем да действительно так и есть ну ладно про виртуальной машины тоже прикольно это рассказать поблик блескнуть своими знаниями этого тоже достаточно на самом деле вот начала нам ресурсы у нас собра собрались верджаву ребят кушаем микрофон то пока мне не очень удобно вот спасибо вон еще собрались нас ресурсы верджаву классы ковертулись в дата класс все джавовские классы скомпилируют дат-класс файл файлы с помощью декстула все вдали в байт-код причем все те же самые и сторонние библиотеки все это у нас конвертируется с помощью декстула в байт-код все окей кстати есть у нас еще уже не компилированные ресурсы да и такие картинки например написано картинки да они просто собирают просто отдаются билдеру чтобы сформировать этот apk-класс то есть у нас ресурсы собрались классы переверись в байт-код в итоге да и все это с помощью apk-билдера собирается в одну вот эту единственную нашу apk-шку да и все это внутри у нас сидит вот посудите ресурсы джавовский класс этот класс потом дали в байт-код да все это в apk-билдер и все вот наш процесс на самом деле библика вот как-то вот так вот в дебри опять же в собесах но тут даже дебри некуда копать можно сказать про арт да можно сказать про дальвика вот но вот такие дела в общем если есть вопросы ребятки давайте есть еще есть добавить самое главное добавляйте свои вот мысли свои знания до что мы поправляли комментировать добавляем если нет вопросов можно погнать дальше если нет вопроса можете написать плюсики если нет вопроса вот тоже интересный вопрос кстати говоря какой колбек может вызваться когда мы добавляем фрагмент backstack и потом второй вопрос кто-нибудь пользуется таким какой колбек у нас есть при добавлении фрагмент который может сработать когда мы добавляем фрагмент backstack никто не помню там же есть он backstack change listener да 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 расскажи нашли использовал его вроде да вроде где-то было да вот этот вот товарищ да 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 жирненький товарищ действительно вызывается когда у нас фрагмент добавляется или ремуфт да из backstack я использую его когда свои джуниорские годы и это букаешь косты вот сейчас я не вспомню чтобы я его использовала но такая фишка есть есть такой колбек который срабатывает когда он добавляется или удаляется фрагмент с backstack тоже интересный кейс там можно и по типу понять что за фрагмент в общем такой интересный момент может быть стоит на нем помнить вот но сейчас чего-то спрашивали спрашивали погнали дать классический вопрос что такое утечка памяти как и отловить как и отловить вообще достаточно одного слова она магического слова да да реально это магическое слово все классно кто использует ликкенери нет но становится не классно когда тебя потом спрашивают а как работает ликкенери тебя спрашивали да ну-ка ответил ну давай рассказывай насколько насколько я знаю ликкенери дамп трэда и короче для поиска утечек должны быть какие-то паттерны примеру если один и тот же похожий объект создается быстро в какое-то время два одинаковых объекта там можно потом посмотреть по дампу есть ссылки на эти объекты допустим если один объект на один объект ссылается на другой нет то это утечка вот но насколько я знаю дам трэда изучать достаточно дорого там есть короче паттерны поиска то есть она предиктит то есть она иногда не сто процентов тебе говоришь тут утечка ну я не уверен поправьте меня я не копал насчет предиктит это да это похоже на то потому что иногда ты сталкиваешься что у тебя кликкенери говорят что там тебя утечка ты смотришь ну там вообще все нормально не может быть действительно такое даже у меня спрашивают типа каждую ли вы утечку памяти отлавливаете ну как вы пытаетесь исправить да вот как часто там вы отправите вот эти баги которые листы кенери прилетает эти уведомления и так далее вот кстати давайте просто ради интереса вот этот опрос проведем давайте напишем плюсик да я использую ликкенери на работе и сторонних проектов своих да минусик я не использую ликкенери вот просто интересно о здорово это очень круто одни бабочки пошли это классно прям не стесняется минус тоже нормально абсолютно нормально разные компании разная политика разная команда абсолютно нормально даже минус написать абсолютно это не что-то такое ужасное у меня вот такой вопрос тут написали про файлера еще как может помощь профайлера учащики искать я никогда этим не пользовался а я скажу что что я знаю сначала пускай кулаги скажет а потом я спрошу что я знаю я смотрю про утечку памяти это когда значит же и грабишь коллектора да и мы его можем по профайлеру смотреть когда он собирается у нас очки по цпу да такие они начинают вот это скачки значительные да и они очень часто появляются и ты это и пока это то что вот эти скачки резки многократно и говорит о том что грабишь коллектор пытается очень пытается собрать что-то у него не получается памяти мало соответственно что это утечка памяти потому что слишком у тебя памяти много я где-то наши детали там утеку здесь утеку здесь утеку здесь утеку то есть одно из показатель то что когда я смотрю это на вот эти скачки вот а не знаешь давай вот с кулагин кулагин с прости скажи как тебя зовут пожалуйста я просто степан расскажи пожалуйста все аналогично на самом деле ты все сказал то есть ты точно так же просто по графику там видишь что у тебя где-то копится память то есть он ее пытается очистить а у него собственно не получается ну ты же конкретно не знаешь где ну то есть ты так предполагаешь что у тебя да поэтому мы использовали это вместе с леканеры то есть ты по леканере смотришь а потом соответственно еще можно профайлером пройтись я поэтому и удивился то что как-то вайером можно смотреть ну там можно просто смотреть что память приложение раздувается еще что-то ну да по сути кто точно так же дам пальцем смотришь на самом деле скажи а как тут руку поднять можно а тут не как наверно свободная площадка просто поднимай микрофон хорошо слышно спасибо что скоро к твоим вопросам пойдем юль юлия р здравствуйте привет и рада слышать расскажи продам памяти слушаю ну можно и если есть подозрение по поводу того что утекают какие-то определенные объекты просто посмотреть сколько их там и кто их держит кто держит на них ссылки там можно пройти по цепочке где изначально сохранился объект который не должен сохраняться классно спасибо большое это очень круто какой был опыт до профайлера допустим я запускаю приложение до под профайлером и у меня пошел поток но отображение загруженности памяти например я тыкнул на кнопочку открылась активить у меня всплеск наверное все видели в android студии собственно я я тыкву на определенную timeline и мне написано что это например такой-то активить я залазу и смотрю что это за метод был конкретно и уже внутри я могу посмотреть что там происходило то есть у меня так его вот и классно блин ребят спасибо что делитесь своим опытом и вот своими подходами да к определенной утечке памяти если все это рассказать то просто джек-код какие все умные в общем круто с утечкой памяти разобрались буквально по-моему а ну и все после суши да с меня все с утечкой памяти все паш слушай сейчас не сможем мы с тобой пошарить экран да давай я буду листать файлики да только не кровать их полностью потому что там будут вопросики же аудитория так я могу уже до начинать можем буквально на секунду к самому первому вопросу вернуться про вызовы жизненного цикла активити короче я сейчас проверил этот кейс с финишем сразу и вот и вот у меня в логах только он create он destroy как раз таки он резюмов он паузов там нет просто вот он create и сразу он destroy и там он кредит и там финиш вызвал активите завершил активите да я сразу же после супер он create написал финиш и все сушит очень прикольно окей это хороший кейс и мы обязательно его попробую отработать еще раз да ну вот короче окей обязательно отра проверю этот кейс интересно нужно добиться и того и другого потому что полос гарантированно вызывается окей может быть это имеется ввиду что типа если у тебя уже была запущена там активити допустим она уже была в статусе running и она как бы из этого статуса running уходит куда-то в бэкграунд может быть в этом кейсе имелось ввиду что он поза тебе всегда вызовется два остальных it depends может быть так короче надо почитать надо проверять короче пока по поводу да окей если вы по этому вопросу такой если на совете отвечать как я отвечаю гарантированно вызывается как правильно сказал александр он create он пауз в случае с финишем с финишем пока лучше ничего не говорите да уже все таки наверно ориентироваться на ответ который говорит о том что если ван кредит финиш что у нас он destroy вызовется да и все правильно я поняла но вот опять же я вот нашла ищу которым говорит что почему-то он резюм все равно выполняется хотя финиш ван крейти вызвался я сейчас еще один кейс попробовал хотя кстати подожди странный какой-то кейс по моему сейчас или у меня не все залагировалась я решил теперь вон старте этот самый финиш вызвать вот меня удивило что я не вижу а вижу все появилось это у меня был глюк значит и когда логи такие он create он старт он стоп и он destroy то есть он просто работал ну потому что видимо он стоп сработал потому что сработал он старт а он пауз видимо не сработал потому что мы не успели дойти до он резюме потому что терминой или раньше времени вот так что вот гарантированный он пауза наверное имеется ввиду если activity было в статусе running и если она там тем или иным способом убивается может быть при системном убийстве у тебя же не может быть системного убийства из прям форграунда короче получается вызывается его партнер да если он это вызовется он destroy если тебя финиш вон старте то вызовется он стоп и он destroy всего вот эти партнеры которые уже они вызывают противоположными да 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 но я легко поверю что тот же он destroy вызовется не всегда даже если да он точно это тоже по опыту знаю точно что на audi строй и он стоп тоже надеяться нельзя он резюме это самый надежный гарантированный самый максимальный гарантируемый вызов это место он destroy точно это на него не стоит ли надеяться на что чтобы он вызовется окей как он сейт и состоит до ресторан состоит помните мы там разбирали прошу встречи лайфс а жизненный цикл активе там где-то срабатывать где-то не срабатывает на то что нужно быть внимательно окей сделали вывода что вызывается напарники да и сейчас он create это вызовется он destroy если у вас в он старте финиш вызовется он destroy если у вас в он старте финиш вызовется он стоп и он destroy да но и не факт опять же какие-то кейсы тоже может быть работа про жизнь циклами все очень сложно но вот такой кейси уже запомнить окей слушай паш ссори давай вернемся к твоей твоей да еще раз всем привет пару моментов скажу что ссори я сейчас на переездах поэтому есть микрофон только с ноутбука я постараюсь погромче говорить вот что было слышно вот и еще такой момент я вот изначально был обычным участником как вы да может быть кто-то готовится им иметь желание тоже так выступить принципе напишите нам может быть но вполне рассмотрим наверно такую заявочку то есть может кто-то захочет это было потрясно очень хорошие до мысли реально если кто-то хочет выступить что-то рассказали свои опыта из по какой-то может быть либо по тем же к рутинам еще что-нибудь это прям очень круто и только респект ребят мы даже можем подумаем на тему вознаграждение до за активную позицию опять же классно что у нас уже больше участников изначально было 57 почти 20 это круто очень хорошо ладно погнали опять же я не претендую на супер ответы какие-то очень глубокие знания но мы все здесь чтобы помочь друг другу да как бы расширить спектр знаний если что-то там не доскажу то если у вас есть что сказать говорить просто говорить так поехали значит вопросик такой мне последнее время довольно часто спрашивают взаимодействие просеять что такое ретрофи json xml вот мы сейчас проедемся по этим вопросам допустим вот если вам задать вопрос какие процессы происходят внутри когда мы на браузере допустим вот сейчас мы сидим браузере каком-то нажимаем на кнопочку что происходит какие у нас ответы будут ну если в глубину копать вот обычный юзер скажет но там браузер отправляется на сервер сервер получать запрос вроде все просто сервер открывать страничку браузер там рис отрисовывает а если чуть дальше копнуть веселин можно следующее спай вот тут уже появляется данная с какой-то что за данная 100 блин какой-то данная с появился вот и как правило и мне как слышно дайте какую-то реакцию нормально ненормально интерьер проверяет насколько вы интересуетесь вообще тем что делаете то есть например есть же архитекторы архитекторы как-то становится архитекторами они как-то интересуются вообще процессами например бд как-то копают вот и зачем спрашивать такие вопросы вот проверяет насколько вам интересно этим заниматься вообще давайте посмотрим на следующем стадии как вообще примерно выглядит структура этого запроса клика на кнопочку перехода на страницу а давай переключим на следующий вот вот это происходит внутри еще в каждом пункте еще по 10-15 пунктов то есть все нас настолько все сложно что даже прочитать тяжело не знаю кто-то может быть знает как этот процесс работает внутри когда мы топаем на кнопочку открывается страничка есть тут такие знатоки интересные или нет я не спросили как-то в одной компании по-моему это было как раз про процесс вот этого вот что происходит когда мы что-то запрашиваем в браузерной строке забиваем адрес да и что будет вот и я рассказал как раз про днс вот такой подход да типа что даже айпишник получается получается какой-то есть айпишник он отдается в днс куда-то там если такой сайт вообще до возвращает нам буковки наши вот эти вот типа или там google.com вот и куда-то еще там дальше уже давай 5 слайд включим давай и вот мне задавали вопросы частенько что такое html xml вот да вот здесь хорошо бы спросить кого-то нужно наверно прочитали вот ну что такое html это язык гипертекстовой разметки до стандартная язык новые наверно сталкивались такие скобочки как бы и там теги пишу br наверное знаете даже br что такое скорее всего может кто-то назовет еще пару тегов пока мы не переключились html head уже 50 процентов языка там p и b там что-то из этого было названо то ли п это либо я не расслышал ну короче я второй тогда назову body div и так далее а что такое xml http http что это такое html мы не узнали что только http и как не запутаться в чем разница в буковках этих это протокол передачи html да правильно правильно тут я смотрю стать почему-то он выпал может он ниже может это 7 слайд нет выпал ладно в общем правильно ответили да и получается у нас есть язык и есть протокол и мы можем с помощью написать что-то и с помощью протокола передать вот и соответственно а вот http вот собственно вот он да все правильно все на месте все хорошо а значит да это протокол передачи данных изначально вот который предназначался для этих гипертекстовых документов пересылки как он работает можем на картинке посмотреть вот есть собственно если коротко это клиент сервина и клиент сервина и взаимодействие вот сейчас секундочку можно на следующий слайд так также также http имеет заголовки различные может быть вот здесь есть стандартная request response может кто-то какие-то еще знают заголовки кто-то с ними вообще встречался здесь ну когда при работе зачем без них никуда ну контент type где там описывают что за долгие он xml и так далее юзер-агент это какой браузер допустим ну то есть позволяет клиенту серверу отправлять дополнительную информацию некую а такой вопрос пока никуда не переключаем слайдик есть вот кода ответа от сервера есть там циферки приходят например ну наверное все знают 200 да я могу раскрыть что по 200 500 да а кто какие еще другие знают можете назвать есть вообще разрядности они как этажи 400 это ошибка на стороне пользователя 500 и ошибки на стороне сервера это редиректы всякие до правил 100 это все хорошо даже не знаю давайте откроем 100 и 100 это смена протокола да ну вот тут видно когда на веб-сокет переходишь класс это какие 300 а там еще какой-то и что я не чайник или нет костра 300 и 3 директ а 101 по моему не помню уже точно короче какой-то из сотых это смена протокола когда например на веб-сокет переходишь блин по сотам я не знал такого интересного классных а ну дальше такой вопросик будет пока не переключаем свой дожды вообще рест пойти ответ на хорошо просто что это такое или буквы не знаю способ взаимодействия серверы и клиента есть протоколы пост пуд дед и так далее да правильно давайте на следующий слайд перейдем там как раз есть описание что это некий такой стиль архитектуры программного обеспечения до который как раз себя включает как баз данных крут есть то есть здесь тоже такой как бы инструмент обмена данными есть агет получение ресурса пост создания ресурса есть еще патч я не знаю почему тут нету но есть патч он работает тоже модификация некая есть еще options options не знал что умеет общем я не знаю его тоже не использовал просто видел что он есть прикольно но патч точно есть я я когда патч начал использовать у него некоторые там есть удобности вот и я вместо он может и как get и как пост используется вот какие возможности я последнее время начала делать ну на своих проектах так мы можем посмотреть внизу как это все выглядит интересно так а еще вопросик такой какие бывают вообще помимо какие бывают так сказать библиотеки resta взаимодействие серверного сетевого в андроиде я могу назвать 4 сколько можете назвать вы а теперь да вот эти прежде ретрофит и очистите о каши теперь одно и то же мне не не совсем там они один отстройка над другим давайте вам там подсказку воли еще не рассказка 2 вода да правильно давай нам дать еще может кто-то правильно вот еще опалия аж и зиппи по-моему да такой есть он древний по моему я его не внес следующий слайдик давайте откроем следующий слайдик вот воли тоже древний воли до на смену воли google начал делать gpc протобав по моему я я им пользовался целый год с ним работал по сути идея классная но это такой геморрой ну там там столько проблем что все не запомнишь а сам сам концепт он шикарный там если коротко бк формирует класса данных тебе и сразу тебе их пушат виде справочников и дальше эти с этими справочники пасть в партии что себя и работаешь сразу ну то есть тебе не нужно дата-класс прописывать там тоже работал с ним концепт заключается чуть другом а может кто-то работал слышал что давайте узнаем кто-нибудь они бани кто-нибудь амбу право волы право и знаю что она есть существует на что там внутри происходит тоже я только тысячи лет назад спать проекте каком-то использую то чисто в качестве не заморачиваться с другими подходами но опять же да под капот тоже не знаю что такие вот есть у нас способы помимо ретрофита на самом деле по факту ретрофит он удобнее как-то и привычные и может быть фуэл как тому как ближайший альтернативой то она далека от профита но по мне лично ссоре основа немножко вернусь на пару слайдов назад где у нас были коды степи короче да просто я не совсем точно сказал в википедии написано что они информационные и вот переключение протоколов это как раз вот именно 101 то есть не все сотки 11 до тут собственно показано что ретрофит у нас да как бы является основном и удобным инструментом и он позволяет делать полноценный раз клиент и ну видно на слайдике кому интересно там никто будет смотреть эту презентацию они увидят нет вот запросы вот стандартная а такой вопрос есть что такое джейсон что такое xml ну вот вопрос такой зал это просто еще раз такое джейсон и xml только джейсон джейсон джавас ипт записи данных есть ключи и значения объекты рэй круто я приз вручил альцами что такое то тоже разметка тоже ключи наш тема немножко похоже да давайте включим следующий стоит так и правильно да да есть еще такие бонусные вопросы да типа что такое интерцепторы но я думаю тут большинство знает только интерцептор для чего они нужны кто пользовался давайте узнаем кто пользовался поставьте плюсики в чатике я думаю тут почти без вариантов что интерцепторы мне кажется что большинство как минимум работа с чем да за лайку а для чего кто-то может сказать для чего зачем вообще используется что за штука от меня на советах спрашивали принципе процентов да и вот бывает такое да страшно спрашиваю логов ну да отчасти но еще есть штука связана с авторизации с токенами иван иван говоришь мозг для работы с токенами на самолайк это желать поставлю ну да может быть следующий слайд и мы увидим принцип собственно интерцептора работает его перехвате которые могут может работать с промежуточными ответами вот ну собственно я думаю что на этом самый базовый вопрос и по как-то постелу до взаимодействия на самом деле я просто подытожу что действительно спрашиваю интерцепторы этапа для чего нужно обычно подать ответа что для работы с токенами да у нас есть токен есть рефреш токен да у кого как-то опять же взаимодействие у нас сделано да что еще джейсон xml сравнение два формата обмена данными да чему чем джейсон лучше xml пашет как ты думаешь кто-нибудь ответный за у больше чем джейсон лучше xml и так ли это или менее громоздки даме кажется просто порчет проще его парсить чем максимум парсеры есть да я тоже подумал почему он выйти с ним xml джейсон читабельные это более новый подход вроде бы ну и насколько я знаю он меньше весит и он читабельный для разработчиков удобнее может еще посмотрим xml минутка гугла у нас такой минутка гугла всегда хожу в выводы ну то же самое простоты и легкость обработки данных xml может быть незаменимым на сервере но джейсон определенно проще работать на клиенте опять сейчас быстренько еще посмотрим что тут пишут так вот джейсон на самом деле ничего нового никто не пишет удобный есть парсеры частный куча рекламы про xml xml эффективно чем более эффективно описывать сложные структуры данных xml писать данные низкие разминки понятно управлять древовидной структурой заключением джейсон лучший выбор для передачи небольших и простых наборов данных хотя xml старые сложные он определяет некоторые стандартные правила для передачи данных создания файлов доступны для чтения к людям так и компьютерам джейсон современный способ действия новее видите современный способ организации данных в удобно читаемом формате джейсон отличается более быстро обработкой файл тогда как xml предпочитает предпочитатель структуры данных ну короче имеется ввиду джейсон был такой общий что джейсон гораздо более быстрый простой подход для структурирования данных передачи другой стороны xml также играет важную роль в хранении данных короче xml лучше там где-то на серверке возможно будет более приемлем чем джейсон джейсон больше на клиенте быстрый новый и у нас есть партии которые делают у нас эту работу вот может быть меньше объема данных по сети действительно да компактный простой да ванн все правильно вот так вот тоже предпочитаем джейсон на клиенте опять же it depends да кстати никогда не говорили что именно вот это лучше всех всегда бывают некоторые типа архитектура и мебель лучше всех никогда и там dagger 2 лучше всех всегда говорить it depends на зависимости от ситуации задачи вот так что такие дела ну вот вроде бы мы все разобрали ребят мне кажется все все вроде бы до темы закрыли ребят если есть какие-то вопросы то прям пишите спрашивайте поднимайте в любом случае я очень рада всех видеть надеюсь запись получится нормальный да потому что мы пробовали сегодня новый формат да новый телемост вот если получится мне 10 вопросов спрашивайте если нет спасибо вам всем за активное участие я просто вот просто вам благодарна за то что вы говорите пишите это очень ценно спасибо вам всем спасибо юре спасибо ваня и ванна александр да спасибо всем просто спасибо так что помни спар с рэй и рэй мэпу да очень путь разберемся пачин путь разберем спасибо всем спасибо ребят я записала вопросы кстати все в запись наверное я заведу